Что-то меня выкинуло из комнаты. Итак, пожалуйста, поставьте плюсы. Видела, что Наташа начала планировать. Кто еще начал, вернее, продолжает свои позитивные привычки тренировать? Так, это меня приветствует, я так понимаю, да, восклицательные знаки. А плюсы я прошу подсказать тем, кто продолжает тренировать свои позитивные привычки. Софья с переменным успехом. Алла, замечательно. Ольга тоже с переменным успехом. Галина, так я понимаю, меня приветствует. А по поводу привычек. Значит, я вот пока вы мне даете обратную связь, прочитала, что в большинстве, вот как-то я слышала, что 21 день нужен для того, чтобы сформировать позитивную привычку. А ходила тут сама на тренинг. И с точки зрения физиологии, оказывается, для того, чтобы прочно сформировалась любая привычка или отвыкнуть от привычки, 41 день оказывается. Нужно для того, чтобы выработалось, ну вот 90 дней, даже Наташа говорит, да, 41 день ежедневно для того, чтобы вот навык сформировался, так сказать, а 90, наверное, не для того, чтобы дошло до автоматизма. Итак, мы сегодня с вами говорим на тему, нужно ли платить за везение, и если нужно, то с чем. Везение с удовольствием приходит к людям, которые могут мечтать много и крупно, мы об этом сегодня поговорим, осмеливаются себе задавать вопрос, а что если я это сделаю, да, или я это попробую. Чаще в хорошем настроении, чем в плохом, об этом мы с вами тоже чуть-чуть поговорим. Расслабленные и внимательные к происходящим вокруг мелочам, потому что те люди, которые замечают мелочи, мы сегодня будем говорить о кайросе, боге, удаче, счастливого момента, вот это в связи с этим. Планируют далеко вперед и с удовольствием, и исходят из того, что я хочу, а не мне надо, это то, что Наташа сегодня задавала как раз вопрос, кто делает с удовольствием или делает, потому что это надо. Ну и везение к этим людям приходит, и за него оказывается все-таки нужно заплатить. А вот чем мы с вами рассмотрим на следующем слайде. Итак, первое, это стоит учитывать, что плата за везение будет какими-то изменениями грозить вам. Наверняка слышали песню Макаревича, где он говорит о том, поет о том, что пускай весь мир прогнется под нас. Но как-то вот он не прогибается. У меня как-то на тренинге был молодой человек, который говорил, что его девизом жизни соответствует «Остановите Землю, я сойду». Но Земля как-то не останавливается, а еще и ускоряется в сегодняшнее время. Поэтому изменения, безусловно, будут. И чем более гибкими мы становимся, чем мы в более спокойном состоянии воспринимаем все это новое. И если мы раскачиваемся, то это небольшое некое качание, да, не раскачивание вот это вот сначала очень хорошо, а потом очень плохо или наоборот. Поэтому постепенно мы натренировываем вот это состояние стрессоустойчивости. И когда мы даже просто себе даем возможность понять, что изменения будут и что любое изменение вплоть до того, что там может быть потеря близкого человека или какое-то заболевание или какое-то там увольнение с работы, проблема, да, и побоюсь этого слова. Как раз, когда вы понимаете, что все равно это временно, вы знаете, можно сравнить с состоянием опьянения. То есть перепели и как-то вот проживаете вот это состояние похмелья, когда очень плохо, вы все равно внутри знаете, что это когда-то пройдет. Вот сейчас очень плохо, но внутреннее понимание того, что это когда-то пройдет, оно, кстати, ускоряет вот этот процесс принятия и состояние уравновешенности, спокойствия. Поэтому вот те люди, которые принимают это, они даже могут вот на этом кайф поймать, да, то есть адреналин, те люди, которые любят какие-то изменения глобальные или остроту жизни, да, как говорят в жизни, бьют ключом и каха, и все по голове. Вот как раз эта категория людей, она от этого испытывает еще и адреналин определенный. То есть как только их жизнь немножко затесает, так они сами устраивают себе проблемы, а потом с героицем их преодолевают, бьют себя в грудь. Айда Пушкин, Айда Молодец, так скажем, да. Итак, поехали с вами дальше. Чем же еще мы платим за виздение? Конечно, это возможная зависть других людей, которые не делают ничего ради себя, а только смотрят на других. Корни зависти мы уже с вами, в принципе, рассматривали позицию. Как вы думаете, что делают люди, которые завидуют? Вот в плане понимания, что такое завидовать? Это по отношению к другим людям, что делать? Напишите, пожалуйста, в чате. Когда я завидую, что я делаю по отношению к себе и к тому человеку, которому завидую? Вообще чат у нас работает с вами? Или вы пишете? Жалею, что так не смогла. А вот никому не завидую, Наталья пишет. Вспоминайте про то, что мы говорили чуть-чуть раньше. Перекладывает на другого ответственность. Ну вот повезло. Харизма есть, да, может быть, у человека. Вообще я предполагала, что вы скажете, что человек сравнивает. То есть в понятии зависти всегда есть сравнение. Сравнение в плане у кого-то лучше, у меня хуже или у кого-то, у меня лучше, у кого-то может быть хуже. Когда мы сравниваем, 100% рождается зависть. Теперь я вам задам вопрос, ну вот кто-то уже тут писал, что я не завидую. Итак, а испытывали ли вы когда-нибудь понятие, ну вы знаете наверняка, что зависть бывает двух цветов, белая и черная. Да, черная мы все понимаем прекрасно, и даже кто-то уже написал, что нет, не завидую. А белую зависть кому-то испытывали? Поставьте, пожалуйста, плюс. Если белую зависть по отношению к другим людям вы испытывали. Есть у нас такие люди? Софья, спасибо, Антонина, кто-то еще белую зависть испытывали? Ольга, Наталья, ну у кого-то что-то получается, да? Так вот я вам сейчас открою такой небольшой секрет, что оказывается у зависти нет цвета. Если вы завидуете, без разницы, белая это или черная, вы все равно завидуете. А корень как раз вот в плане сравнения. Вообще, с точки зрения латинского языка, ливер в переводе с латинского зависть обозначает синева. Не просто так, оказывается, у нас, говорят, посинела от зависти. А когда я читала вообще википедию, оказывается, в Китае определяется зависть по красноте глаз. То есть как только краснеют глаза, и, наверное, это закономерно. То есть глаза покраснели, то есть есть некое напряжение внутреннее, да, и выражается это в глазах. То есть покраснение в глазах, и определяет, что этот человек как раз завидует. Ну а на самом деле, вот если мы будем с точки зрения смотреть, откуда это, все очень просто. Это, как говорится, все корни из детства. В детстве мы с вами любили подражать кому-нибудь. И как раз вот здесь могла рождаться зависть. То есть у кого-то что-то хорошо, и я тоже хочу так же. Посмотрите, дети как подражают взрослым или тем людям, которым они хотят нравиться, да, то есть делают что-то вот именно для того, чтобы быть таким же. Да, мы сейчас, Наташа, поговорим, что такое порадоваться и что такое завидовать. Вообще, очень часто у нас говорят, что друзья познаются в беде. На самом деле это огромная иллюзия, потому что друзья поздаются действительно в радости. И если вы посмотрите на свое окружение, очень мало людей, которые действительно с вами со-радуются искренне и испытывают от этого тоже радость, потому что у вас все хорошо. Об этом я тоже чуть-чуть попозже поговорю, к чему это может привести, когда мы начинаем со-радоваться. Поэтому зависть мы все прекрасно понимаем, да, что это плохо, а на самом деле мы просто забираем энергию этого человека, а иногда, наоборот, отдаем эту энергию другому человеку, соответственно, он на этой энергии может реализовать еще что-либо. Поэтому как раз, может быть, корни вот именно здесь заложены. Может быть, вы знаете вот этот анекдот, мне кажется, очень часто рассказываемый или печатаемый по зависть, когда было двое соседей, и один сосед обратился к Богу и говорит, что Бог, услышь меня, вот сосед так хорошо живет, я тоже очень хорошо хочу жить, помоги мне, пожалуйста, на что Бог сказал. Да, я тебе предоставлю все, что ты хочешь, единственное, что условие, что соседа я всегда буду давать в два раза больше. Вот подумай сейчас, и что же ты хочешь, на что сосед подумал, говорит, выткни у меня один глаз. Вот как раз это анекдот про зависть, да, ну, в два раза больше будет у соседа. Может быть, вот такой черный анекдот, но, тем не менее, очень не в бросах глаз смотрит, да. Поехали с вами дальше. Значит, возможным дискомфортом сильного потока счастья попросту может быть потому, что для многих людей таком объем счастья оказывается непривычным. Я читала о том, что, оказывается, в Германии, если в лотереи вот этот джекспот, то есть очень большой выигрыш, порядка нескольких миллионов фунтов стерлингов, выигрывает какой-то визунчик в кавычках, ему показывают статистику, которая ведется, там, по-моему, с 91-го года. И вывод у нее следующий, что на протяжении вот этого периода 90% тех людей, которые выиграли эту сумму, не являются живыми, то есть умерли. Может быть, вы видели, был фильм про самолет-то рухнуло, они оказались на острове, как он назывался, остаться в живых. Помните вот этого полного молодого человека, который выиграл билет, и потом, значит, у него в личной жизни начались сплошные проблемы. Вот это как раз аналогия именно с этой ситуацией, что гибнут люди или заболевать начинают, или проблемы у них огромные начинаются не из-за того, что они выиграли, а из-за того, что они не умеют распоряжаться этим огромным объемом денег. Поэтому, если вы выигрываете что-то или получаете, то, соответственно, вы мечтали, например, о кроссовках, да, вот купите сначала себе кроссовки, а не покупайте себе там кроссовки за 200 тысяч каких-нибудь единиц, потому что теперь у вас есть деньги. И поэтому, когда мы воплощаем свои желания постепенно, нас не разрывает вот этого объема денег. Поэтому на самом деле здорово, когда мы на маленьких, что называется в кавычках, деньгах учимся распоряжаться ими, тогда и большие деньги нам, в принципе, не страшны, потому что мы сможем их реализовать по тем желаниям, которые у нас есть. Чем же еще мы платим за везение? Возможными частыми изменениями планов, потому что когда-то вдруг открываются новые перспективы, оказывается, что кое-что в своих планах нужно будет скорректировать на ходу, ибо открылись новые возможности. Есть даже такая притча, когда экскурсовод ведет небольшую группу по скале на огромной высоте, и он говорит о том, что, уважаемые участники, экскурсанты, будьте очень осторожны, потому что буквально вот в 30 сантиметрах у вас обрыв, и мы находимся на 4200 метрах. Но даже если вы упадете, обратите, пожалуйста, внимание, какая великолепная картина откроется перед вами. То есть вот это быть в моменте настоящего, да, и увидеть вот эти вот моменты, которые меняются и открывают новые возможности, и, в принципе, действительно посмотреть на них с новой стороны и использовать их. Везение с удовольствием приходит к людям, которые умеют мечтать много и крупно, осмеливаются от слова смелость, да, мечтать много и крупно. Поэтому сегодня я вам даю следующее домашнее задание, о котором, о выполнении которого спрошу через неделю. Значит, вы берете, и это, в принципе, будет подготовка для следующего занятия. Мы с вами будем учиться планировать через семерку, через семь дел. Может быть, кто-то эту технологию знает. Я ее же практикую не первый год, и практика показывает, что она дает великолепные результаты. Так вот, для подготовки к этому упражнению я вас попрошу через неделю, в принципе, я думаю, что кто-то обязательно справится. Вы берете листочек, и можно это сделать и в компьютере, пронумеровать от 1 до 100 по вертикали, и, пожалуйста, запишите 100 желаний, которые у вас есть, материальные, нематериальные, не связанные со временем, то есть может это желание через 10 лет, через 1000 лет даже. Условие такое, что у вас нет никаких абсолютно ограничений, ни во времени, ни в деньгах, ни в возможностях. Единственное условие, чтобы эти желания касались только вас. Ни ваших близких, ни родственников, ни вселенной, ни мира, да, хочу, чтобы мир в вашем мире был, а касается конкретно и лично вас. Значит, практика показывает, что обычно, ну вот в Ундеркинде пишут 40 желаний, сразу вот так вот сядут, и 40 желаний пишут. Это в Ундеркинде. Обычно я вот сейчас проводила консультацию, и у меня, значит, дала женщине сделать это упражнение, я говорю, ну сколько написала, причем это бизнес-вумену, которой, в принципе, возможностей очень много, которая от жизни много чего получила и знает. Спрашиваю, сколько желаний написала? Она говорит, 9. Через неделю спрашиваю, сколько? 21, но вот сегодня уже, вернее, вот на тях она мне сказала 39. И то она уже 3 недели, в принципе, с этим работает списком. Значит, каким образом сделать? Вы просто записываете эти желания, соответственно, желательно этот список носить с собой, или вы где-то записываете, а потом переносите в этот список. Вы будете идти, допустим, по улице, вот хочу эти сапоги, или хочу маникюр, или хочу вот такую шапочку, или хочу путешествовать. А куда путешествовать? Может быть, у вас чего-то не хватает в квартире, вы давным-давно тоже об этом мечтаете. Соответственно, вы записываете просто, без ограничений, любые абсолютно желания. Значит, зачем это нужно? Во-первых, это расширяет круг, кругозор, даже не круг, а кругозор. Потому что я все время думала, какая же это дурочка, старушка, которая прожила 30 лет и 3 года со своим стариком, и никак не могла дойти до того, чтобы заказать себе машину спиральную Арестон, и не мучиться уже около этого корыта. Но оказывается, с точки зрения психологии, мы не можем сразу пожелать машину Арестон, или самолет себе, да, в связи с тем, что есть внутренние ограничения, и с этим нам кажется, что это очень далеко. Поэтому, вот с точки зрения психологии, уже замечено, что когда спрашивают у человека, сколько ты хочешь зарабатывать, ну, мало людей говорит миллион долларов, потому что они прекрасно понимают, миллион долларов, во-первых, это, сколько нужно будет за это заплатить, это лишение, скорее всего, всех своих знакомых, потому что это будут совершенно другие рамки, да, это, наверное, вы уже не будете жить в том доме, в котором вы живете, это смените соседей, ну и так далее и тому подобное. То есть, знаете, это еще у нас зафиксировано в фильмах очень часто, когда показывают чемодан денег, очень часто в следующем эпизоде начинается стрельба. Соответственно, очень много страхов, а как я это буду сохранять, а как мне там охрану, да, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, большинство людей спрашивают, сколько ты хочешь получать, если у человека 20 тысяч зарплата, он говорит, в принципе, ну, 40 тысяч, и предел моих мечтаний будет завершен. То есть, человек, в принципе, в два раза увеличивает, да, ему 40 тысяч, он уже вроде бы как ходит не на рынок, а, допустим, в супермаркет реализует свои какие-то потребности, привыкает к этим 40 тысячам, потому что потребности становятся уже другие. Ну, покупает молоко, может быть, не на рынке, а вот в гипермаркете, или наоборот, не на гипермаркете, а в своем молоке у кого-то, да. Соответственно, потребности просто вырастают на уровне. Когда он получает 40 тысяч, его спрашивают, сколько ты хочешь получать, он говорит, ну, вот 80, и предел моих мечтаний будет, в принципе, решен. Ну, и так далее. Соответственно, вы смотрите с той позиции, которую у вас сейчас, пишем свежие на сегодняшний день. Вот Алла говорит, или подойдут те, которые писали месяц назад. Алла, если они актуальны на сегодняшний день, конечно, вы просто переносите, если этот список у Аллы есть, значит, соответственно, она просто его сейчас пересматривает. Но практика показывает, когда люди начинают выполнять эти задания, первые 30 заданий, простите, желаний, первые 30, это обычно те желания, которые хотят все. Например, все хотят машину, и я хочу машину. Все хотят манитюр, и я хочу манитюр. Все хотят на массаж, и я хочу на массаж. То есть очень часто мы, ну, вот то, что наносное называется, обычно самые искренние, истинные желания идут после 30-го желания. То есть вот для того, чтобы, представьте себе стакан воды, там ил намешан, песок какой-то, вы подставляете этот стакан под кран, и сначала должен подняться вот этот ил наносное, да, и еще какое-то время пройти, чтобы вот этот стакан очистился. Соответственно, ваша задача написать эти 100 желаний, а работать с этим списком мы с вами будем на следующем занятии. То есть я вам сказала, да, что вы пишете этот список ради того, чтобы расширить свой кругозор, чтобы посмотреть чуть дальше, потому что, ну, суета-сует, да, и, соответственно, мы очень часто заменяем вот истинное на какие-то другие, может быть, желания. А вот как работать с этим списком, что с ним делать, я вам скажу на следующем занятии. Поэтому это вам домашнее задание. Следующее, о чем хочется сказать, что везучие люди, ну, говорят, везет тому, кто везет, они очень часто осмеливаются задавать себе такой вопрос. А что если? А что если сделаю сайт? А что если я сделаю паблик, да? А что если я сделаю там еще что-либо, рассылку и так далее и тому подобное? Это вот те вещи, которые вы уже начали воплощать в жизни, и даже многие пишут, что это делаете с удовольствием. Поэтому из сегодняшнего дня я буду делать только то, что захочу и сразу же. То есть очень часто мы не слышим себя всего того, что, ну, море мыслей. Я сейчас это тренирую в плане того, что хожу на школу правильного питания, и там, значит, рекомендуется пить воду, так как у нас клетки все-таки спукошены от того, что у нас не хватает воды. Я себя очень часто ловлю на мысли, что я хочу пить. Я говорю себе, ну, вот я сейчас вот это допишу или вот это скажу, или вот там поговорю по телефону и пойду попью. Соответственно, конечно, это же я забываю. Поэтому я сейчас себя тренирую вот как раз научить себя делать то, что я захочу, да, прислушиваться к собственному организму, потому что организм очень искренний, честный, он нас не обманывает, если он хочет писать, допустим, хоть что вы там заговорите, но он хочет писать. Соответственно, точно так же и с водой, и с другими вещами. Поэтому я вот, например, просто тренировать начала себя с водой. Вот как только мыс приходит, я все оставляю и иду, наливаю себе воду. Знаете, на чем я себя поймала? Я прихожу в кухню, я понимаю, что я иду к кувшину, но я тут что-то смотрю в сторону, ой, тут надо поставить, допустим, кастрюлю в холодильник, тут же забываю опять и ухожу, и вспоминаю, блин, я же за водой шла. Вот, поэтому можно учиться вот этим вещам на каких-то простых действиях, которые вы делаете ежедневно. Ну и плюс опыт для себя получаете, сомнительный. Поэтому как только что-то вам захотелось, пойдите и сейчас же сделайте. Ну а сделали, подумали, да, что вы сделали. Соответственно, важно делать именно то, что хочешь. Везучие люди или те люди, которым приходит везение, очень часто находятся в хорошем настроении, чем в плохом. Значит, если мы находимся с вами в стрессе, то в напряжении организму ничего не остается, как мобилизовать все силы для того, чтобы пережить стресс. Помните, да, что в стрессе у нас всего лишь есть три выхода. Это или нападать, или убегать, ну или притвориться мертвым, то, что делают там некоторые звери, допустим, да. Соответственно, в период напряжения некого мы, в принципе, делать ничего больше не можем, потому что все силы организма направлены на то, чтобы преодолеть стресс. Все остальное мы можем делать только в спокойном состоянии и в хорошем настроении. То есть здоровье с точки зрения физиологии, это называется оптимальная жизнедеятельность, с положительным тонусом и творческой реализацией. Это то, что мы с вами сейчас делаем. Это оптимальная жизнедеятельность, то есть мы с вами делаем то, что нам нравится, с эмоционально положительным тонусом, то есть в хорошем настроении, и творческой самореализацией – это те вещи, которые вы творите в интернете, находясь вместе с нами в комнате, допустим. Соответственно, когда у нас хорошее настроение, у нас, во-первых, идет регенерация и восстановление организма, потому что у нас с вами бесконечное количество клеток, у нас обновляется постоянный организм, соответственно, у нас все возможности есть. И как раз те люди, которые находятся в хорошем настроении, во-первых, у них почему-то и сил много, и энергии много, они много воплощают творческих в своей жизни. Ну и действительно, мне кажется, приятно смотреть на таких людей. Значит, если мы с вами будем говорить о том, что, как же можно говорить другим людям о том, что у нас что-то получается, я вам посоветую следующий способ. Если у вас спрашивают, допустим, премию получили, да, а сколько премию получили? Вы говорите, 3000 рублей, но в принципе хочется 35. То есть первое, вы фиксируете то, что у вас уже есть, там, допустим, там, вот мы в феврале месяце въехали вот в эту новую квартиру, поэтому кому я, с кем я делилась, я говорила, да, въехали в новую в Петербурге двухкомнатную квартиру, а вообще сейчас уже думаем о собственном доме. Хотя, в принципе, только-только еще новоселье, да, пережили. Вообще время летит, это просто с чем-то. Итак, первое, говорите о том, что у вас происходит, а потом говорите, там, купили машину в Жигуле, приезжаете на работу, говорите, а вообще мечтаю о Мерседесе. Вот присматривала как раз, когда выбирала машину, уже посматривала на Мерседесе. Таким образом, вы вот эту энергию, то, что мы называли зависти, вы стабилизируете то, что у вас есть, и, соответственно, перекладываете эту энергию в будущее того человека, который, там, может быть, вам позавидовал. На самом деле, это просто энергия пущенная. Лучше, но не использовать. Действительно, я еще, Антонина, не волшебник, я тоже учусь. Лучше использовать и в то же время, да. Следующее, везение с удовольствием приходит к мирам, которые расслаблены и внимательны вокруг мелочам, потому что они используют новые возможности, попадающиеся под руку счастливые моменты. Оказывается, это связано с историей, и в греческой мифологии существовало таких два бога – Хронос и Кайрос. Хронос, я думаю, что вы все знаете, что такое хронометр, да? Что такое хронометр? Переведите меня, пожалуйста, в чате. Что такое хронометр? Измеритель времени, совершенно верно. Вообще, Хронос – это поглотитель, пожиратель времени. Это как раз те отвлекающие факторы, которые у нас пожирают время. Это почта, может быть, это какие-то звонки, когда вы не можете погрузиться во что-то, да, полностью, и отвлекаетесь на вот эти мелочи. Я вам хочу рассказать о другом боге. Это Кайрос, это бог, покровительствующий шансом, удачем, благоприятным моментом и счастливым мгновением. Он так же, как Гермес, по-моему, у Гермеса, да, были крылышки на пятках, для того, чтобы передвигаться очень быстро. Посмотрите, я не знаю, видно ли вам крупно, но очень интересная прическа у этого Кайроса. У него впереди чуб, знаете, как у хохлов, у каинцев, а сзади он лысый, вот обратите внимание на это. И, значит, в руках он держит два очень интересных предмета. Это бритву в одной руке, а в другой руке весы. Весы символизируют справедливость, то есть действительно везение, я не думаю, что это случайность, это закономерность все-таки, и передвигается он очень быстро. То есть в Древней Греции считалось, что Кайрос очень стремительно путешествует, и если ты успела его схватить за счет, то как раз любое дело, совершенное в это время, про Олимпиаду как раз тогда и шла речь, то есть олимпийцы вовремя должны были начать тренировку, для того, чтобы все их упражнения пригодились им именно в Олимпиаде, они могли выиграть. А в принципе это касается любых абсолютно дел. И я думаю, что у вас наверняка были такие вещи, когда вы заблаговременно, вот в удавшийся какой-то момент, сделали что-то заранее. И когда вечер приходит, вы думаете, Господи, слава Богу, что я это сделала заранее, потому что столько дел может иногда сваливаться на нас, что если бы еще я утром не сделала то, что я сделала, то если бы еще это, я бы вообще не справилась. Наверняка вы с этим тоже встречались, что вот находить вот эти благоприятные моменты, да, ловить вот этого кайдоса за чут, соответственно, использовать вот этот момент как раз и для себя, и для собственного окружения. Я не знаю, я в интернете не нашла, почему у него бритва в руках. То есть я так полагаю, что, наверное, он этой бритвой отрезает ненужное или отрезает тех, кто не успел, потому что если вы не успеваете схватить кайдоса за чут, то он вам показывает свою лысину, которая у него сзади, то есть проскакивает мимо вас. Ну и наверняка тоже вам фраза известна, что вот если бы я знала, то я бы обязательно вот тогда сделала, или вот мне же предлагали, почему я отказалась, или вот надо было куда-то пойти, а я не пошла, но вот почему так? То есть мы сожалеем вот как раз о тех возможностях, которые упускаем. Поэтому я желаю вам, чтобы вы пользовались встречей с пайротом и как раз пользовались благоприятными возможностями, которые у вас будут впереди. Что еще делают те люди, которым везет? Во-первых, они планируют далеко вперед и с удовольствием, и реализуют эти планы с точки зрения «я хочу, а не мне надо». Мы с вами тоже говорили, помните, да, что можно брать энергию изнутри, это как раз понятие «когда мне надо, я должна», и, соответственно, этот объем не бесконечен, он кончаем когда-либо, и, соответственно, после этого мы чувствуем обестилище себя. Когда же я делаю с точки зрения «я хочу» и испытываю еще от этого удовольствие, во-первых, энергии прибавляется, и, кстати, когда вы чего-то делаете другим людям с точки зрения «я хочу», а в принципе, вы знаете, вот если вы что-то делаете другому человеку бесплатно, вот бесплатно, потому что я хочу это себе сделать, очень часто вы получаете в ответ ту энергию, которую отдали этому человеку, может быть, не на материальном уровне, да, на энергетическом. Я думаю, что вы тоже согласитесь со мной, что в течение жизни мы понимаем, что дарить приятно подарки, иногда более даже приятно, чем получать подарки. Это вот как раз связано с админом энергии. Когда я делаю что-то через «хочу», но без точки зрения, что там сверху смотрю на Бога, да, ну, ты там заметил, что я старушку перевела через дорогу, да, вот два раза уже перевела, но чего, как там, будет вознаграждение или не будет? Соответственно, когда я делаю что-либо хочу, у этих людей, кстати, очень здорово энергии прибавляется, и у них это называют, я называю это вот в моей жизни довольно-таки часто происходит, а хочется, чтобы это еще чаще происходило, синхронизация жизни по позитиву. То есть чем чаще вы находитесь в состоянии спокойствия, вот с положительным эмоциональным тонусом, да, в хорошем настроении, и когда происходят какие-то изменения, вы очень быстро приходите в себя, то, что называется, у вас как-то само собой все происходит, вам и транспорт подходит вовремя, и вы только подумали о человеке, он вам тут же звонит, все договора как-то соблюдаются между теми людьми, с которыми вы общаетесь, по бизнесу, допустим, и так далее. То есть как только вы начинаете, вот то, что Наташа писала, что-то радоваться другому человеку, то есть я, например, точно так же реагирую на других людей, что если кто-то мне что-то говорит, то я обязательно тебе говорю, значит, в моей жизни это скоро-скоро произойдет. Например, кто-то получил квартиру, я говорю, ну, значит, скоро и в моей жизни будет квартира. Кто-то купил дачу, ну, соответственно, скоро-скоро, в моем уже близком окружении мне об этом говорят, значит, мне вот дается знак, что скоро это в моей жизни произойдет. Мне вчера как раз звонила знакомая, что ее брат купил Q7 машину за 3 миллиона. Вот такая замечательная новость. Я понимаю, что значит, что скоро и в моей жизни будет машина за 3 миллиона, а может быть за 7. Да? Вот. Соответственно, когда мы умеем все радоваться и все, что вокруг нас хорошее происходит, мы синхронизируем это с собой, точно так же, как я считаю, что все приметы, это черная кошка, это разбило зеркало, это кто-то запнулся, допустим, да, я считаю, что все эти приметы, это только к одному. К бинго. Соответственно, все, что происходит в жизни, это обязательно к деньгам. Я считаю, что все приметы, которые, по крайней мере, в моей жизни, я предпочитаю это использовать к одному, к деньгам. Ну, по поводу я хочу и что мне надо, я, мы с вами об этом говорили. Поэтому я желаю, чтобы все-таки вы использовали, во-первых, удачные моменты, то есть видели вокруг себя возможности, которые можно использовать. Ну, и, соответственно, везет действительно тому, кто везет. Это не просто так, это действительно состояние определенное. Поэтому надеюсь, что тема была интересной, может быть, полезной. Я думаю, что после того, как вы выполните домашнее задание, у нас будет обязательно еще о чем-то поговорить. Есть ли ко мне какие-либо вопросы? Напишите, пожалуйста, Валентина. Это теми возможностями, которые вокруг вас новые открываются. Это быть гибким, что если что-то не складывается, это обязательно к лучшему. И, соответственно, использовать эти возможности для того, чтобы сделать свою жизнь еще более интересной, еще более позитивной, эффективной, и продолжать то, что вы делаете и, может быть, научить этому свое окружение. Ну, что ж, а я пока прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok